Здравствуйте, друзья! Простите, что врываюсь в ваше личное пространство, но вот этот молодой человек, который сделал для вас этот видеоролик, который так запарился, чтобы получить этот аккаунт обновленный тестового сервера, забыл попросить вас, чтобы вы обязательно подписывались на канал и ставили ваши лайки. Ну что ж, дурочки-пирожочки, всем привет, добро пожаловать на канал, посвященный игре Mobile Legends, добро пожаловать на 1.5.10, по-моему, так называется эта обнова, добро пожаловать на тестовый сервер и супер масштабная обнова, каких не было давно, я не знаю, почему там не поставили приставочку 2.0, не объединили это вообще с Next'ом, вообще эту обнову получили даже не все тестовые сервера, мне просто парень из Вьетнама, спасибо тебе огромное. Парня зовут Денис Нагуен, как непросто вот это вот все прочитать, дал мне этот свой наикрутейший, наикрутейший просто аккаунт, на котором как раз-таки есть та самая обнова и давайте разбираться, потому что есть на что посмотреть много интересного, много красивого, много таких визуальных изменений, вы даже здесь можете их видеть, например, вот ежедневные награды. Во-первых, смотрите, другой значок опыта, вау, какая обнова крутая, скажете вы, ладно, другие сундуки, все, ну ладно, этот сундук может быть такой, какой и был, другая карточка опыта, ну, внешне, да, изменения, причем, наконец-таки, у нас вот не просто вот это вот все нам, а нет, здесь нам просто дало, да, здесь просто дошло, дало, но зайдем в достижение, например, нажимаем забрать и все же на экране появляется, что мы получили, потому что в последнее время, по-моему, эта фишечка пропала или же она была, но выглядело это чуточку иначе. Ну и сразу же в сумке, да, вы можете обратить внимание на то, что обычные те сундуки, в которых у нас был либо герой, либо сундуки, в которых у нас мог быть, скажем так, могли быть эмблемы, они тоже видоизменились, ну вот, например, этих сундуков 52, на самом деле это не так важно, мы не так часто их юзаем, карточки немножко тоже поменялись у нас, но то, что меня действительно тронуло до глубины души, это то, что полностью изменили просто все предметы фактически, ну вот маска обычная вроде осталась деревянная, все остальные маски изменили, да, железную маску, по-моему, поменяли немного, хотя я уже и не помню. Игра в лесу, также абсолютно все поменяли, охотничий нож, но мне это нравится, я люблю такие изменения, да, мне кажется, это все чуть посимпатичнее сейчас выглядит, тем более, я что-то слышал о том, что покупать можно лесные предметы, только если у тебя есть возмездие. Не знаю, насколько это правда, мы с вами посмотрим обязательно это еще все в игре. Передвижение, да, все сапоги тоже у нас изменены, абсолютно каждый сапог изменен. Предметы защиты, щиток Афины не поменяли, щиток Афины остался, оракул, действительно похож на плащ, ура! Так, ну щит из черного льда похож на старый, но да, вот эти вот предметы дешевые остались такими же, хотя кристалл здоровья поменяли. Предметы на магию, палочка гения вроде та же, жезл молнии вроде тот же, коса та же, ох, пылающий прям не узнать, ну как все круто, я прям, я прям вот с этого балдю очень сильно, мне райское перо не поменяли, книжку поменяли, зачарованный талисман. Он же, да, загадочный сосуд изменен, разбитое сердце против кусаки, да, на вас лунный вас, текущий мань, а нет, после покупки силен не сможет использовать на вас лунный, а, на вот, да, это силен, а это уже кусака. Ну и предметы атаки тоже все изменены, я думаю, вы это прекрасно также видите. Заметил я, что изменили иконку Руби, она тоже стала куда симпатичнее, такая, с сердечком на глазу, ну и, к сожалению, я тут могу посмотреть только тех героев, которые есть на этом аккаунте, поэтому я могу чекнуть не всех, как я понял, хотя вот полный список, можем посмотреть, может быть, кого-то еще изменили, и так мы с первого взгляда и поймем это, но вроде как... Я, я лично не понял изменений, тут больших не увидел, но вот Руби, да, действительно изменена, остальные герои вроде как, как нет. Поддержка вроде все так же, маги вроде как все так же, стрелочники тоже, убийцы, ну вот Зелонг, ну его уже раньше поменяли, мы это уже с вами видели. Бойцы, но только Руби изменена. Кстати, Руби находится и в танке одновременно. То же самое, но, естественно, видеороли посмотреть нельзя, не знаю, будет ли это действительно обновленный Клинт, или это просто какой-то баг, но, возможно, нас ждет обновление еще и Клинта. Также на тестовых серверах сейчас есть обновленный Тигрил и обновленный Лапу-Лапу, Бендетта, Бартс и Броуди на тестовом сервере, потому что эти герои должны в скором времени уже появиться на наших серверах. Ну, наверное, не стоит тут долго сидеть, пойдемте, наверное, в режим тренировки и посмотрим, что же там поменялось на самом деле на поле битвы, потому что именно там много изменений, интересных изменений. И возьмем сразу Руби, как получается, вроде она даже как-то реворкнута, вроде как-то даже изменена против нас, кого бы поставить. Есть ли тут Алиса на аккаунте? Есть, вроде с Алисой тоже какие-то изменения, ее бы тоже хотелось бы немножко, наверное, все же юзнуть. Ладно, давайте будем начинать нашу первую игру и посмотрим, что здесь, да как, два украинских флага, а у парня вьетнамца брал аккаунт, как будто бы, ладно, пропустим, опустим. Два украинца участвуют в битве, Руби и Алиса. Ну что ж, посмотрим. Я прям, я прям на готове, так ли все? Да. И сразу я вижу эту карту, и я боялся, что все поменялось, но не поменялось у меня, и как-то карта вроде даже чуть иначе стала выглядеть. Хотелось бы в настройки сразу зайти, посмотреть, может быть тут что-то новое появилось, что сразу бросается в глаза, но вроде как нет. Умный выбор цели навыками, это все было. Автопокупка, это вроде все было. Ну что ж, поехали, крипы уже в миду. И самое интересное, давайте мы, наверное, просто в мид подойдем и попробуем посражаться, не буду я тут ничего покупать. Кстати, хотелось бы глянуть лес, я его не могу купить. Да, требуется возмездие, просто не могу купить лес, и это факт, это правда. Возмездие... Вообще игра другая, вот я смотрю на игру, это вообще совершенно другая игра, как круто. ХП видны у тех целей, которые мы атакуем, в которых уже они не полные, да, они так выделены как-то. Это, возможно, это еще как-то изменит. Ну и Руби, на самом деле, очень быстро прыгает вперед. Раньше было какое-то замедление перед этим, давайте булаву возьмем. Прыжок, да, вот такой вот совсем резкий прыжок. Давайте попробуем получить другие способности. Ну, тут то же самое, в принципе. Попробуем сделать убийство тогда. И очень здорово появляется вот эта вот первая кровь, да. Давайте, наверное, попробуем добавить максимальный уровень все же, максимальный уровень. И добавим тогда обычных ботов немножко. Так, а как их добавлять? А, призывать обычный бот. Обычный бот, обычный бот, обычный бот, обычный бот. Ну и попробуем их тут покрутить чуть-чуть. Посмотрим, как у нас это получится. Да, ну и ультимейт. Да, это все выглядит как будто бы просто Mobile Legends 2.0. На самом деле, кстати, по поводу таверов. Да, тавер номер один обладает увеличенным количеством хп. Ну, вы сами это видите. Вроде как двойная шкала здесь здоровья. Сейчас посмотрим. Сейчас попробуем здесь разобраться с крипами на лайне по-быстрому. На самом деле много таких изменений. Именно пред на глазу, скажем так. И прям хотелось бы, чтобы это все быстрее завезли и нам. Когтихауса, да, мы тут уже собираем. Да, двойная шкала просто здоровья у тавера. Вот мы одну шкалу отняли наполовину. Хотя, знаете, как-то быстро мы ее отнимаем все же. Я бы не снял. Но вот протекшена, видимо, у тавера нет. Хотя, может быть, это и есть. Да, это и есть, наверное, протекшена, эти вот щиты. Просто чуть иначе это сейчас выглядит все. Ну, кстати, видел я где-то, что видно, сколько хп остается у... Укрепали снова. Но сейчас я этого не вижу. Возможно, мне нужно поставить настройки графики, может, максимальные. Высокие. Как минимум, да. Очки здоровья монстров. Вот. Вот. Но сразу он не появилось. Не знаю, чекнем, может быть, после перезахода. Потому что хотелось бы чекнуть и других героев. Например, ту же Алису. Как я понял, у нее тоже какие-то есть изменения. Все же давайте мы попробуем как раз-таки сейчас это с вами сделать. Ну вот, как раз-таки Алису, которую я выиграл против себя. Хотелось бы ее еще и поюзать. Но очки здоровья монстров не вижу. Ну что ж, вот мы и появились. Уже на Алисе. Давайте я быстренько максимальный уровень. Потому что вроде как есть небольшие изменения способности. Круто прокачивает способность. Ты на нее нажимаешь, она как бы так, фух, заплывает. Фух. Ты на несколько раз прокачиваешь. Это лучше видно. Ну что ж, первая способность. Ну, в принципе, все так же. Хотя я видел некоторые интересные изменения. Может, можно нажать поддержать. Да, ты держишь, видишь, куда он улетает. Да, возможно, это можно и сейчас делать. Но я как-то до этого ни разу такое не видел. Ну, здорово. Не знаю, нужно ли этим пользоваться. Вроде и так все отлично видно. По-моему, проще вот так посмотреть, где что. Ну, и кастуем ультимейт. Ну, да, просто графика ульты, скажем так, изменена. И на самом деле все. Кстати, она сделала кил. И это было видно, что она как будто бы перекрутилась. Да, но очки здоровья монстров не появились. Возможно, стоит очень долго действовать ультимейт. А-а-а! Вот оно что! 100п, 100п, 100п. А вот это прикольно. Добавим-ка золото. Добавит золото. И магия. Ну-ка, мне книжку. Так, тут реген маны плюс 4. По-другому начали показывать реген маны. Так, здесь реген маны не дается по-уникальному. Где у нас есть реген маны? Скажите, пожалуйста, по-уникальному. Вот тут 5 реген маны. 5 реген маны. Ну, нужно еще золото тогда. Так. Еще раз золото. Добавить золото. Где это? Добавить золото. Добавить золото. Очень много нужно золота. Очень быстро. Давайте мы возьмем сапог. Давайте мы продадим книжку. И все предметы, где есть это у нас, купим сейчас по-быстрому. Вот тут вот 6 реген маны, кстати. Может быть, это лучше всего для нас бы и было сейчас. Здесь 6 реген маны. Тоже, кстати, в неуникальном. Поэтому, наверное, лучше сапогов купить. Самая крутая... Самый крутой реген маны будет. И попробовать кастануть ультимейт. Он как у Хиллоса кастуется. Постоянно, понимаете? То есть, если у нас будет много МП, крайне много, то, в принципе, мы можем гонять всегда на этой способности. Но тогда у нас не будет... Но это прикольно. Кстати, смотрите. Да, у меня крайне много сейчас МП. Если взять баф. Да. Единственное, чем бы хотелось бы вот это вот все дело усовершенствовать, это бафом сейчас. Вторая способность точно такая же. Ну а ультимейт, да, иной. Действительно. Это прям реворк. Такой потненький. Может перезапустить способность, потому что она может в первом касте находится. По-прежнему. Может сейчас будет намного меньше маны требовать. Но не сказал бы, на самом деле. Вроде как так же. Снижает время перезарядки навыков на здесь, затраты маны. Навыков на 40 и затраты энергии навыков. Ну, здесь у нас что изменилось? Вот реген здоровья 11, реген маны 35-4. Вот это вот теперь написано каждую секунду сколько реген. Потому что раньше показатели были в 5 секунд. И это были какие-то немыслимые цифры и непонятно. Да, кстати. Меня всегда это смущало. Вот 4 регенерации очков здоровья. Но добавить еще в секунду. Вообще бы цены не было. Хотя это уже, конечно. Это лирика. Но это прикольно. То, что постоянно можно юзать пока у тебя есть МП. Это прям очень-очень классно. Ну, наверное, с Алисой нам хватит. Да, хотелось бы вернуться, наверное, к списку героев. У многих героев появился задний фон. Да, у Бездны появился задний фон. Мы, конечно, сейчас всех героев это было бы очень долго перебирать. Я попытаюсь просто найти и показать. Но сразу же Эйдора. Возможно, у нее задний фон уже такой и был. Как раз-таки Алиса и ее новое появление. Ну, это прям реворк. Да, хотя ультимейт претерпел изменения, но не сильные. Ну, и появление, конечно, куда симпатичнее, чем было раньше. Возможно, я чего-то не знаю. Но вроде как у Лукарда также иное появление сейчас. Вроде как он должен появляться круто в каком-то там своих из скинов. Ну, в легендарном скине он и так круто появлялся. Сейчас так, я все сломал. Я все просто сейчас сломал. Лайтборд, Агент Империи. Да, вроде все так же, как и было. Я не нашел то, что мне нужно было. Так, это Леджендери. Да, тут я в курсе, как он появляется. Сердца. Ну, возможно, здесь намного больше изменений, чем я думал. Задний фон у Хильды. Да. Также его поменяли. Да, и Хильда какая-то измененная, как будто бы. Иначе выглядит. Ну, вот, опять же, зимний фон. Да, такой же должен быть тогда у Авроры по поле и купы. Давайте, если мы посмотрим магов, например, Аврору. Да, у нее такой же. Кстати, у Кагуры измененный должен быть. Да, изменен также фон у Кагуры. Видимо, у многих действительно героев. Но вот Валир вроде как тоже должен быть из Бездны. Либо я чего-то не знаю. Люнокс. Фон обычный. Селена. Также Бездна. Харит. Фон обычный. Луи новенькая. У тебя есть что-нибудь по фону? Вот у нее появление крутое, потому что у многих героев такого появления нет. То есть, реально как будто бы должно быть, но не сегодня. Кстати, из героев стрелков вроде как-то... Мне казалось, что тут тоже север, но вот, по поле купа. Но у него... Да, тоже север на фоне, но немножко иной у него уже. Все по-новому сделано. И вот как раз-таки обновленный Клинт. Еще раз. Мы его с вами заметили. Ну, появление Броуди. Также его добавили. Его раньше не было. Также добавили появление героев тех, которые новенькие, да? У которых появления не было. Бендетта здесь шикарно появляется. Может быть, кто-то из вас это уже видел. Ну, симпатично. Симпатично. Ну, такие новые видения, знаете, это круто. Это красиво. Глаз радуется. Но, кстати, чтобы я был от них в восторге. Но это нет. Вот то, что в игре поменялось. И мы хотим... Я, мы хотим. Я хочу еще раз залететь в игру. Например, глянуть обновленного Тигрила и обновленного Лапу-Лап. Потому что я их не смотрел. Быстренько, давайте так, по минутке на каждого. Ну, что ж. Начнем атаковать. Первая способность. Ну, вот очки здоровья я не вижу. Все же у противника. Очки здоровья. Вроде же подключил. Что ж не так? Оно отключается. Может, на ультрах надо? Переключено на карту. Ну, потом будет, видимо, это переключение. Но я видел, очки здоровья. Тем более, смотрите, возьмите. Видите, насколько урон наносит. И это очень удобно, если будут еще и очки здоровья монстров. Кстати, в ту сторону улетела у нас первая способность. И урон как будто бы не нанесла. Нет, сейчас все получилось как надо. В общем, монстр погиб. Но у меня никак не получается подрубить очки здоровья монстров. Текущие очки здоровья монстров. Текущий урон возьмите. Будет обрежаться, когда оно включено. Я включаю, а оно пропадает. Возможно, нужно включить докатки. Вроде как очки здоровья я подрубил. Я зашел, это все было видно. Но вот сейчас подрубилось. Возмездие видно, сколько хп у возмездия. Посмотрим, будет ли видно у монстра. Но у монстра не видно. Хотя у монстра должно быть тоже видно. Очень здорово, что видно, сколько возмездия наносят уроны. По первому ловелу. Это 600. Максимальный уровень. И это... Я уже не скажу, сколько. Ульти... А, вот так вот у нас кастуется ульта сразу же. Так, прикольно. Вот тут вот надо без перезарядки прям подрубить, чтобы все это посмотреть. Но первая способность точно такая же на нем. Вторая примерно такая же, да. И, кстати, у нас теперь настакивается пассивка. Но это вроде как наш щиток. Но помните, надо было просто заряды набрать. Сейчас, видимо, чуть... Это все иначе. И чуть сложнее. Ну, и сейчас опять не видно, сколько возмездия урона вносит. Ну, вот видно, да. Ну, я кастану, видимо, но опять может пропасть. Может быть, в обычном режиме. Не нужно режим тренировки подрубать. Там все будет окей. Ну, вот щиток накопил. Да, был удар. Как раз-таки дополнительный. Ну, все как и раньше. Ну, вот с ультой. Все немножко иначе. Кастуем ультимейт. Делаем прыжок. Первая способность. Воу! Воу! Это стан. Вторая способность. Прокрутка. А это просто такой вот удар. Да, такой один, второй, третий. Делает ударчик. Ну, на самом деле прикольно. Но суть та же, по сути. Да, немножко интересная. Но способности прям все поменялись местами. И сейчас те ребята, которые умели на нем играть, на героя, с ним обязательно делать тычку. Когда щиток накапливается, он просто делает любой способностью атаку. И на этом, в принципе, все. Дает этот щиток. И, видимо, наносит дополнительный урон. Но ультимейт, на самом деле, интересный. То есть так впрыгнул сдалека. Тут же первую, это стан, крутанулся. И пошел в разгон вот давать вот этой вот своей способностью. Ну, его сейчас я покажу. Попробую восстановить просто первую. Пропадет ли? Да. Я получаю щиток. Получили ли там дополнительный урон крипы? Не очень понятно, на самом деле. Хотя я видел, чисто только что вылетел. Но это, скорее всего, от бафа. Это, скорее всего, было от бафа. Прожал реген. Но, опять же, не вижу я очки здоровья. Пускай и включаю, но не вижу. Вот возьмите, сколько урона наносит. Вижу. Ну, пропадает. Видимо, пока что вот этот вот момент не доработан. Еще и тигрил есть. Кстати, очень быстро вам расскажу. Тигрил очень классно выглядит. У него молот. Тор в тренде, поэтому у него молот. Раньше, по-моему, был акс. Ну, был топор. Кстати, на линии, где черепаха, осадное орудие должно... Так, ну, крипы, выезжаем, нет? Воу, первой линии вообще нет по... А, потому что мы играем. Ну, блин, то, что режим тренировки. Я думаю, что такое. В общем, тут такая фишка, что по линии, где черепаха, осадное орудие, там машинка баллиста, которая, да, будет давать дополнительное. Ты, когда ее забираешь, она дает... Они даже по-разному выглядят. Одна будет со свитками ездить, по-моему, а другая с золотом. Одна будет давать на линии с черепахой, там, допустим, дополнительно 50% опыта, а другая будет давать 50% дополнительного золота. Ну, то есть, вот такая вот фишечка. Возможно, я вам это еще и покажу. Но мы пока что чекаем тигрил. Вообще, это обновление не сегодняшнего дня, но я слоупок, поэтому чекаю это именно на этом аккаунте. Так, ну что? Первая способность. Ну, по сути, такая же, да, как и раньше, только что красивее это все сделано. Удар такой по земле. Вторая способность. Все, в принципе, то же самое. Ну и... Да и ультимейт тот же самый. На самом деле, тут ничего не поменялось. Как таково это. Да, ну вот, кстати, осадного орудия вообще нет. Пойдемте, просто чекнем осадное орудие в обычке. Да, и вот мы только появляемся. Сразу видно, одна линия с золотом, другая линия с опытом. Ну и... Да, это отображается на карте. Это тоже видно. Это... Ну, это прям лайк. Это прям круто. И поехало. Вот машинка у нас со свиточками, а вот машинка у нас с золотом. Круто. Линия, которая, получается, с черепахой у нас с экспой, а с золотом линия другая. Ну, прикольно. Вообще, реально приколдесно. Реально приколдесно. Амид такой, ну, расстроенный стоит и грустит. На самом деле, ребят, на этом, в принципе, все. Дета, у которой можно удар подержать, да, и потом отпустить и сделать рывок. Ох, как много нас ждет впереди. Крутая обнова, много нововведений. Ну, вот смотрите. ТВ-Ра вот с этим дополнительным уроном. У меня аж шлюни летят от того, что я все это говорю. Вот, ТВ-Ра с этим дополнительным ХП. С дополнительными ХП. Плюс разные лайны. Вообще, можно сказать, на мид ходить не будут, может. Мидер будет ходить по-любому в лайн. Ну, то есть, тот раньше герой, который позиционировался на мид, он теперь начнет ходить в лайн. И там, где больше, дают, скорее всего, опыта, чтобы быстрее получить четверку. Ну, то есть, все просто меняется. А в миду у нас будет стоять какой-нибудь один танк. Или я не знаю, кто просто. Ну, не знаю. На мид, может, вообще будет забивать. И реально, если все же состоит чемпионат мира, потому что в финал мажора еще это все не выйдет дело. Если состоит чемпионат мира, это все может быть уже обновленное. И это прям, ну, это прям восхитительно. Ребят, запарился очень сильно для того, чтобы получить этот аккаунт. Для того, чтобы все же записать этот видеоролик с обновлением. Если вдруг что-то я забыл, не показал, не рассказал, напишите об этом обязательно в комментариях. Я просто это на самом деле не увидел. Ну, и ставьте ваши лайки, подписывайтесь на канал обязательно. До новых встреч, всем спасибо и пока.